так пошла запись о приветик привет всем девочки мы завершаем сегодня вышивку брошечки напомню что у нас идет интенсив по вышиванию брошек и у нас всего четыре занятия вот сегодня у нас четвертое занятие последнее я думаю что мы успеем я очень хочу успеть вам показать все что задумала потому что в принципе работы много и сейчас работа такая у нас будет сегодня вроде бы и совсем несложная но в то же время то работа которая как сшивание вязание если красиво сошьешь что внешний вид изделия будет супер если связано красиво и сошьешь ты плохо то и само изделие будет какое попало вот сегодня как раз тот самый случай когда мы оформляем нашу брошку и если мы сейчас где-то на косячим то даже наша самая красивая вышивка она будет смотреться очень бога вот так что будем учиться делать это правильно если у вас есть какие-то вопросы как всегда пишите приветик запись будет для участниц интенсива да конечно на ю тубе и по вчерашнюю записи еще не выложила вот сегодня выложу сразу две и вы сможете уже до конца следующей недели вышивать и присылать свои брошки то есть то есть то есть то есть до 12 августа вы можете спокойненько себе вышивать и присылать мне готовые работы 12 августа вечерком я вышлю всем сертификаты девочкам которые успели вышить свою брошечку и ну прислали мне фотографии потому что мне надо доказательства что вы это доделали вот ну кто не вышит ничего страшного и кто хочет в принципе вышит вы потом можете на ю тубе все посмотреть после интенсива я все видео закину туда а пока вот еще всю неделю запись будет доступна только участницам интенсива так что оставайтесь сейчас со мной будем делать интересные вещи я нашла ножницы коса не были у меня тут совсем рядом те ножницы которые я вчера искала чтобы вырезать нашу брошечку и дальше мы приступим самое главное мне сейчас не ну как это сказать не забыть вам рассказать самые самые важные моменты это нужно оплачивать но у нас идет интенсив да конечно интенсив платный стоимость участия как обычно любая сумма от 100 рублей но уже записаться на него нельзя потому что сегодня последнее занятие вот так что следующий интенсив ждите если захотите и можете участвовать вот давайте приступим я переверну камеру опять же если вопросы есть повторюсь задавайте если вопросы по платью есть тоже задавайте у нас еще и параллельно идет интенсив по платью и я сейчас готовилась к эфирам на следующую неделю там очень много интересного будет и я так вдохновилась этими подготовками что уже поскорее хочу завтра послезавтра чтобы вам все рассказывать буду вам показывать шесть разных способов прибавок и убавок в ажуре и расскажу тот самый секретный способ который вам поможет связать вашу юбку очень быстро вот прям за один день свяжите привет сашенька наталья добрый день а и так непривычно говорит добрый день обычно говорит добрый вечер смотрю в записи каждый эфир на ручки еще не доходят но я все поняла все отлично объясняешь ура ура спасибо все он приступим вчера мы с вами вышили овечку уже до конца она у нас готовенькая сейчас чем меняется камера вот она у нас готовенькая вот такая сейчас мы будем оформлять эту заготовку то есть вышивку с бисером оформлять в виде брошки самое интересное наталия думала ты с нами вышиваешь я не помню девочки наталья в интенсиве есть или нет честно не помню потому что записи на ю тубе ой на ю тубе в инстаграме записи эфиров то тоже есть тоже можно в течение 24 часов посмотреть расскажите как там ваши брошки продвигаются кто уже вышел кто еще нет интересно потому что я вчера проверяла домашнее задание но сегодня еще туда не заглядывала так ну вот у нас есть заготовка нам ее сейчас нужно вырезать вырезать мы ее вырезать мы ее как я вчера рассказывала уже вырезаю я ее с изнаночной стороны вырезаю так чтобы близко близко максимально близко к нашим ниточкам это все было это все происходило но при этом слежу с лицевой стороны чтобы у нас не оставались кусочки фетра вот здесь лицевой стороны я например вижу уже эти кусочки фетра и мы их во втором этапе вырезания будем убирать вот дошла я до головы и буду сейчас тихонечко аккуратненько по капельке вырезать свою голову но вернее не свою голову моей овечки вот я вырезаю так чтобы у меня ножнички были максимально близко к ниткам но при этом самое главное нитки не задеть не разрезать если так случилось что вы задели ниточку и разрезали ее тогда нужно эту самую бусинку которую вы ниточка да от которой у вас разрезалась нужно ее пришить еще раз пока не поздно а затем здесь наклеить кусочек фетра небольшой посадить на клей именно в том месте где порвалось чтобы у вас потом дальше не пошло ничего распускаться вот вырезала я с изнаночной стороны свою брошку теперь переворачиваю на лицевую сторону и дальше и дальше буду вырезать уже с лицевой стороны но внимательно следя за изнанкой вышитые броши участников интенсива покажите хочется посмотреть как получается у девочек да я прям совсем я прям совсем сейчас девочки я пролистаю на начало я прям совсем все вышитые брошечки опубликую в stories сохраненные будут они там висеть вы сможете посмотреть так вот здесь смотрите у меня тут на голове я вот потихонечку отрезаю лишнее потихонечку и слежу за изнаночной стороной на голове а главное чтобы у нас не было слишком больших кусков фетра ну то есть чтобы вышивка была максимально как же это правильно сказать девочки не могу выразить свою мысль чтобы у нас фетр не вылазил вот по-русски скажем да чтобы у нас фетр не вылазил на лицевую сторону чтобы у нас вышивка была ну максимально изящной вот так уже хорошо дальше пошла я смотреть тут у нас тоже что-то вы вылезла вот я чуть-чуть с изнаночной стороны подрезаю здесь у меня прям конкретно вылезла но вот с изнаночной стороны есть место которое можно вырезать вот отлично дальше смотрю здесь переворачиваю и вырезаю вот этот кусочек так как у нас брошка не круглая не овальная не ровной формы а такая немножко изогнутая то у меня так и получается что я какие-то кусочки прям вот вырезаю такие знаете выемки делаю а какие-то кусочки у меня более ровно вырезаны главное чтоб на лицевой стороне у меня не было этого самого фетра вот дальше пошла тут все нормально чуть-чуть подрежу вот здесь дырка прям большая из изнанки тоже место где нет бисера вот это место тоже вырезаю вот отлично видите как так аленушка пока времени нет в интенсиве по брошкам нет приветик я вышиваю потихоньку ура сашуля голова тоже из бисера конечно да это мы вышивали в во втором нашем прямом эфире голову вышивали так двигаюсь дальше вот тут у меня тоже есть такая кусок не использованного фетра я вот его стараюсь вырезать так чтобы у меня не заделись ниточки вырезала его так потихонечку мы ее по кругу вырезаем так осталось собрать ее и готова будет ура добрый день смотрю в stories ага да 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 записи прямых эфиров так приветик то присоединяется приветик владивосток ты умничка большая смотрю youtube пытаюсь вникнуть нет усидчивости ой но это честно говоря проблема многих что тяжело сидеть на одном месте и делать какую-то монотонную работу одинаковую но это честно скажу мне кажется что это либо от природы дано либо не дано то есть кому-то нравится вот так сидеть вязать вышивать а кому-то ну просто это не подходит и кто-то этим не занимается это не значит что один хороший другой плох ну просто это кому-то подходит кому-то нет чисто может по характеру так вырезаю иду я дальше здесь здесь у меня много надо подрезать вот я подрезаю и вот тут еще у меня такая дырочка неиспользованного фетра тоже ее вырезаю о все мы дошли до конца здесь все отлично сейчас еще вот тут чуть-чуть ушко подрежу капельку капельку вот отлично ну вот у нас вот такая она получилась видите уже бусинки хорошо видно выпуклые это я сразу выкидывать советую вам приспособить какое-то ведерко под мусор и вот такие мелкие кусочки сразу выкинула выкидывать ведерко вот так она у нас получилось ура наконец-то попала на эфир всем привет приветик лена так что дальше мы делаем даже мы вышиваем ножки у этой самой овечки но перед тем как вышить ножки чтобы было удобно вырезать всю форму я советую вам сначала вырезать на картоне эту форму а затем вырезать на нашей коже если ножек у вас нет тогда естественно сразу вырезаете на картоне на коже вот я раскладываю свою овечку беру запоминаю естественно до какой стороной я положила картон вверх беру серый маркер такой чтобы не сильно был заметен то есть маркер цвета нашей брошки и вот так по кругу обвожу обвожу я по кругу не очень точно как получается вот так у меня получилось что я делаю дальше мне нужно вырезать кожу не по этому контуру а кожа кожи должны быть ой кожи картона картона должно быть меньше поэтому я еще здесь уже круг поровнее у меня будет рисую в центре того что я только что обвела рисую новый контур примерно ну там сантиметрика не сантиметрика миллиметрика на 3 меньше чем сама наша брошка вот я сделала этот контур и теперь я вырезаю уже по внутреннему контуру свой картон поэтому не обязательно вырезать вернее обрисовывать свою брошку слишком точно все равно потом мы будем этот контур немножко менять по размеру вырезала вот такое мне получилось шаблончик теперь я его примеряю к моей брошечки я вот так прикладываю и смотрю чтоб у меня картон нигде не вылазил и чтобы расстояние от картона до края брошки было примерно но тоже миллиметрика 3 если картон совсем близко краю значит в этих местах я подрезаю как обычно я делаю я беру карандашик где-то он у меня здесь был сейчас я поищу только что им рисовала я нету беру карандашик но возьму фломастер ничего страшного и в тех местах где мне нужно подрезать я ну давайте например тут подрежем я просто уже рисую на картоне то место которое мне нужно подрезать например я хочу подрезать здесь и немножечко здесь и тогда беру ножнички и уже вот в этих местах в местах где я нарисовала карандашиком я эти места тихонечко подрезаю чтобы у меня уже картон получился вот поместился идеально на мою брошечку вот картон подошел отлично откладываю теперь тоже я делаю с кожей раскладываю свою брошечку не картон а именно брошку на коже ты красоточка наша умняшка люблю тебя уже спасибо саша на тюльпане другая обработка края точно такая же на всех брошках хотя однажды ты мне очень помогла со шнурками для шапочки ухтышка круто то есть все таки вяжите все таки это есть у вас переворачиваю кожу на изнаночную сторону рисуем и только на изнанке на лицевой стороне ничего не рисуем к тому же естественно у нас лицевая сторона должна быть с этой стороны поэтому все логично прикладываю я краешку кожи прикладываю то есть вот так мы не вырезаем кожу немножко экономим прикладываю я свою брошечку так чтобы она занимала минимум места и теперь тоже фломастером обвожу контур здесь уже на нашей коже мы контур обводим более тщательно потому что тут наш контур должен быть четко по форме нашей брошки мы уже здесь его не будем как-то видоизменять вот как вы его сейчас нарисуете так мы его и вырежем и это уже будет наш реальный контур нашей овечки вот обвела вот что у меня получилось и теперь вырезаю это вырезаю я уже четко по той линии которую я нарисовала не больше не меньше здесь уже нужно следить естественно за аккуратностью и если вы меньше вырежете то вы можете ошибиться этот кусочек вам потом просто не подойдет по форме поэтому я даже вот стараюсь немножко с внешней стороны моего контура вырезать вниз внутренней чтобы если что потом можно было лишнее отрезать чем потом заново полностью весь контур вырезать вот вырезала я контур вот такая у нас получилась овечка это ее изнаночная сторона еще раз примеряем смотрим все ли у нас хорошо нет ли ничего лишнего но вот тут честно говоря лишнего он у меня много то есть у меня не должна вот так вот сильно кожа выходить за размеры моей брошки поэтому я примерив убедившись что у меня все в порядке но нужно чуть чуть меньше я этот контур подрежу немножко по краю вот буквально там на один миллиметрик сделаю меньше по всему контуру для того чтобы у меня брошечка выглядела более аккуратно то есть сначала вышиваем чуть побольше потом примеряем и если что что-то лишнее отрезаем в принципе можно это отрезать и в процессе уже когда вы будете контур обшивать но здесь я уже ну честно говоря по своему опыту вижу что многовато поэтому вырезаю поменьше так вот так чуть чуть подрезана теперь еще раз примеряю вот сейчас уже хорошо уже не так сильно торчит вот здесь например я бы еще чуть-чуть подрезала подрезаю вот теперь вообще хорошо теперь она отлично помещается вот с изнанки вот так мы подготовили нашу кожу подготовили картон очку теперь мы будем ножки вышивать не все лишнее сразу выкидываю так здравствуйте давно бисер не брала сегодня наконец-то дошли руки до лисички ухтышка оксана жду готовую да да только трое деток все время отвлекает но я не отчаиваюсь так круто когда читаешь мои сообщения улыбались я все сообщения читаю вышиваем теперь ножки вот я взяла заготовку свою которую я использовала для формы так когда мы форму вырезали в этой заготовки есть отмеченные лапки эти лапки я переношу на изнаночную сторону ну вот так вот подсвечиваю их их хорошо видно переношу на изнаночную сторону прикладываю к своей овечке вот так немножко повыше поднимаю и здесь ставлю метки где у меня должны начинаться лапки тоже этим серым маркером хорошо все отмечаю сейчас мы эти лапки будем пришивать если где-то что-то там на миллиметре куда-то вы сдвинули ничего страшного нет потому что все это ну понимаете не не должны быть все ваши брошки один в один быть похожи друг на дружку то есть если где-то какие-то лапки в другом месте размещены вообще ничего страшного беру я черную и ниточку с иголочкой потому что у меня лапки черного цвета вот у меня картинка тут лежит и буду сейчас вышивать узелочек у меня на конце но либо с этой стороны либо с этой начинаем вышивать то есть какой-то с крайней лапки я буду например с этой вышивать вот так продеваю я иголочку с бисером просто сквозь фетр стараюсь продевать прям вот сквозь полностью весь фетр не выводить наружу сюда а вот прям сквозь фетр прохожусь вот у меня выведена ниточка на лицевую сторону на границу между бисером и между фетром это я отложу теперь я нанизываю что у меня здесь получается два стекляруса нанизываю лапки у меня состоят из двух стеклярусов затем у меня большая бусинка и в конце маленькая вот такая лапка и в конце маленькая для закрепления вот нанизываю я это все на иглу мне было чуть кривая нанизываю я все это на иглу лапку и теперь вдеваю снова в большую бусинку маленькую пропускаю и в два стекляруса это делаю для того чтобы закрепить эту лапку то есть у нас маленькая на конце она у нас как закрепитель служит вот так готова смотрю здесь лицевой стороны все ли в порядке все в порядке и так прохожусь и сквозь вот эту всю конструкцию несколько раз то есть снова я ввожу иглу фетр в два стекляруса кривая игла здесь совсем не к месту в два стекляруса затем в большую бусинку сейчас девочки большую бусинку в маленькую бусинку потом снова в большую и в два стекляруса отлично вот мы два раза прошлись у нас там внутри четыре ниточки эти четыре ниточки очень хорошо будут держать нашу лапку дальше я передвигаюсь вот так по фетру делаю небольшой стежочек передвигаюсь по фетру влево и начинаю вышивать следующую лапку точно также вставляя свой свою иглу между бусинками между фетром ой зависла сейчас девочки у меня тут прямой эфир завис сейчас я включу еще разочек ну давай включайся вот сейчас включается продолжаем и таким же способом вышиваю вторую лапку беру 2 стекляруса сколько у нас там по времени 20 минут отлично беру 2 стекляруса дальше большую бисеринку и маленькую так маленькая не теряйся у меня всего 4 штучки на эфир и маленькая так и теперь точно также прохожусь через большую через стеклярус затягиваю и через второй стеклярус вот так и теперь это все дело подтягиваю чтобы у нас не болталась лапка вот подтянула отлично прохожусь еще раз сквозь эту конструкцию через фетр затем в первый стеклярус во второй стеклярус в большую бисеринку дальше в маленькую слова в большую и 2 стекляруса делаем это аккуратненько чтобы у нас не болталась лапка вот отлично вторая лапонька готова тут надо немножко развернуть вот вторая лапонька готова дальше вышиваем 3 продвигаюсь я у нас тут немножко кривова стеклярус этим тоже надо следить продвигаюсь я дальше уже с изнаночной стороны по фетру лицевую не трогаю и тут у нас есть еще две лапки и точно также вышиваю эти две лапки снова беру 2 стекляруса дальше большую бисеринку и маленькую так девочки все ли понятно мне нужна обратная связь напишите я пока до вышиваю эти лапоньки так подтягиваю главное чтоб меньше с ниточки хватило подтягиваю отлично и прохожусь еще раз сквозь эту конструкцию так теперь в маленький бисер дальше в большой и в два стекляруса так отлично и последняя лапка сашуль это просто гениально тут нет ничего гениального наталья так и последняя лапонька вот так снова 2 стекляруса вот это у нас немножко такая видите нас согнутой коленочкой получилось 2 стекляруса большой бисер маленький и проходимся еще раз все очень понятно не переживай спасибо очень понятно понятно спасибо девочки я спокойно так последний разочек сейчас хватит нам ниточки подтягиваю и снова прохожу сквозь весь этот бисер сквозь всю лапоньку так вот так отлично и тут я могу с изнаночной стороны эту черненькую ниточку отлично у нас хватило прям могу закрепить но делаем как обычно мы петельку в петельку вставляем иглу с бисером затягиваем и дальше я прохожу сквозь несколько стежков внутри овечки вот прошлась все вот видите все получилось готово теперь мы это отрезаем отрезаем кончик у нас готовая уже овечка с лапками и смотрим мы на эти лапки вот эта лапка мне не дает покоя я бы ее переделала конечно но тут можно еще знаете в чем прикол тут можно еще под точить под точить сам стеклярус можно пилочкой для ногтей под точить его чтоб он стал ровнее вот вот так у нас это все получилось теперь мы будем все это дело склеивать но перед тем как склеивать все понятно спасибо длинный стеклярус подойдет то конечно все подойдет даже не только стекляруса просто какие-то бусинки все что угодно но тут нет правильного или неправильного нам нужно подготовить вот эту кожу кожа у нас должна быть подготовлена с помощью булавочки еще также здесь я вышиваю свой логотип чек асивия поэтому я сначала вышью эту асивия а потом уже а потом уже буду ну вот эту вот булавочку пришивать но здесь вы сами решаете для себя хотите выездить что-то вышивать тоже может какой-то свой логотипчик либо вы хотите оставить все если бы вы там может каким-нибудь штампом какой-нибудь печать у свой логотипчик выбьете либо наклеечку какую-то наклеить но тут уже вариантов миллиона я вышиваю чтобы у меня ничего никто ну не присвоил то есть даже если где-то и моей брошки будут продаваться как что-то как работа какого-то чужого мастера все равно сзади будет написано асивия и это уже эти нитки уже тяжело будет как-то убрать отсюда то есть подпись свою я ставлю всегда вышиваю ее просто ниточками эту часть вы можете пропустить я просто чтобы мне потом не разбирать мою брошку сразу уже выше в с вами в эфире если еще вопросы есть пишите девочки и почаще пишите все ли понятно потому что я за это переживаю насчет булавки тоже есть некоторые нюансы которые я сейчас вам о которых я сейчас вам расскажу потому что не все эти нюансы соблюдают сожалению этот нюанс он потом влияет на удобство ношения брошки так асивия вот вышла я свой логотипчик закреплю ниточку с изнанки вот видите получилось очень не фокусируется у меня опять ничего здесь закрепляю ниточку и точно так же сквозь сквозь мою кожу вот так цепляя сзади за трикотажную часть я закрепляю ниточку отрезаю вот это я вышла что теперь у нас по поводу здравствуйте что теперь у нас по поводу булавки если вы закрепите булавку вот так посередине или там чуть ниже то брошка под собственным весом когда она у вас будет висеть на там кофточки под собственным весом она будет немножко вот так вот оттягиваться от вашего ну там не знаю предположим кардигана поэтому желательно брошку размещать вот так чуть повыше чтобы она как бы не брошку булавку чтобы она как бы у вас висела на этой булавки также если вы разместите булавку вот так вне зависимости от того какая у вас брошка то она тоже будет болтаться вот так вот на вашем изделии неудобно будет сидеть то есть желательно брошку размещать горизонтально либо по диагонали по диагонали тоже хорошо держится и повыше повыше к но вот здесь вот максимально высоко не размещайте потому что нам еще нужно будет потом обшить край и ну важно оставить так прилично место чтобы было аккуратно поэтому где-то вот в этом районе я размещаю свою булавку вот так переворачиваю я это все к всю конструкцию и теперь размещаюсь с этой стороны запоминая где у меня должна быть застежка где мы начало у меня у булавки вот где-то так размещаю я ее в том положении в котором я хочу чтобы она у меня была придерживаю пальчиком и дальше рисую вот вокруг вот этой самой застежки квадратик рисую тем же маркером который подходит у нас по цвету здесь квадратик и тут где основание у булавки тоже рисую небольшой квадратик нарисовала я эти два квадратика теперь мне нужно вырезать небольшие дырочки в этих местах я беру ножнички остренькие и вот тоже с изнаночной стороны с внутренней части того что я нарисовала чтобы бы дырочка была маленькая я вырезаю небольшой квадратик прокалываю тихонечко кожу и вырезаю малюсенький малюсенький квадратик лучше сначала вырезать поменьше чем вырезать сразу много и убедиться в том что дырка слишком большая вот один квадратик вырезала этой стороны вырезаю 2 квадратик тоже внутри того что я нарисовала если вы режете снаружи то мне подойдет булавка по размеру на к этим дырочкам и будет естественно у вас просто дырки и картон будет у вас просвечиваться ровняю немножко чтобы был аккуратненький этот квадратик лишнее убираю вот с лицевой стороны что у меня получилось теперь я открываю свою булавочку открыла и просовываю сквозь сначала вот эту дырочку то есть чтобы так у основания закреплена брошечка а теперь вот эту часть уже саму застежку я вдеваю вот в эту дырочку побольше в дело и проверила все ли у меня нормально вот брошечка немножко топорщится я вижу что вот здесь вот бугорок что это значит это значит что мне нужно немножко подрезать вот эту мою большую часть сделать дырочку ближе к центру вот я немножечко то капелечку подрезаю с двух сторон и делаю ее чуть больше вырезая ближе к центру вырезала вот у меня дырочка стала побольше давайте еще раз проверим все ли в порядке вставляю сначала основание своей булавки затем вот в эту дырочку застежку все теперь она у меня не топорщится застегиваем вот в таком виде будет у нас изнанка нашей брошки так все понятно спасибо девочки пишите еще раз понятно или нет вот эту часть теперь нам нужно сложить наш бутерброд теперь мы будем склеивать я беру свою овечку ниточки вот так к центру располагаю беру свою овечку но мы это еще можем подправить беру картон прикладываю картон и дальше нам нужно склеить вот эту кожу вот такой бутерброд у нас должен получиться карт кожа картон и сама брошка сейчас мы это будем склеивать вот изнанка вот такая получается сначала естественно наносим клей на картон беру я свой любименький момент кристалл прозрачный я его уже показывала вам так с какой страны вот с этой и наношу клей клея слишком много не наливаем но тоже слишком мало не подойдет там важно чтобы она схватилась чтоб она приклеилась и клей наношу я вот по всей площади моего картона обязательно на какие-то мелкие части нанесла я не вышиваю на эфиры стараюсь смотреть вот так классно рассказывайте спасибо красиво все отлично все понятно нанесла клей приклеиваю его к изнанке моей вышивки здесь все ниточки к центру располагаем так чтобы они сейчас у нас как раз приклеились следим чтобы пока никаких ниточек кончиков не оставалось и вот так немножко прижимаю можно положить брошечку и по прижим по всему периметру чтобы хорошо схватилась теперь я наношу клей на уже на эту часть картона точно так же но здесь главное чтоб сильно за края не вылазила чтобы у вас клей не повылазил потом уже когда готовая брошка будет так вот нанесла я клей закрываю сразу тюбик убираю и теперь самое важное точно аккуратно приложить вот я беру прям за свою булавку приложить к брошке прикладываю внимательно следя где у меня располагаются края переворачиваю на лицевую сторону вот тут у меня ниточка торчит ниточку я заправляю на изнаночную сторону иголкой заправила посмотрела внимательно все ли у меня в порядке и теперь уже прижимаю придавливаю здесь мы уже придавливаем хорошенько вот эту часть чтобы у нас хватилась часть под булавкой и дальше уже пошли вот тут голову нику нашу прижимаем прижимаем хорошенечко прижали в сбросках готова теперь осталось нам ее обшить я вначале интенсива свою брошку шила сейчас барашка делаю затянула круто круто вот готова что мы делаем дальше дальше последний штрих нам осталось эту брошечку всю обшить как мы обшиваем что это значит то есть в таком виде мы ее не оставляем у нас видны его тут все краешки кожа у нас может вот так немножко отходить потому что мы на картон наносили клей а помним что картон у нас чуть поменьше по размеру чем кожа мы должны обшить пришиваем и кожу и пришиваем и вышитую нашу часть барашка картон мы не трогаем картон у нас внутри он немножко меньше чем брошка и он нам мешать не будет мы начинаем вышивать с каком-нибудь уголочка ну вот предположим вот отсюда то есть находим то местечко где у нас будет закрепление наши ниточки мы будем по кругу идти где она будет не так заметно вот где-то вот тут в уголочке она заметно не будет и начинаем по периметру обшивать сейчас я возьму ниточку с иглой у меня тут подготовлены несколько ниточек что еще тут важно я беру цвет ниточки такой как какая у меня изнанку изнанку у меня молочного цвета вот я подобрала ниточки молочного цвета белый цвет сильно не подходит то есть есть возможность взять цвет в тон кожи тогда вы берете нитки в тон кожи если такой возможности нет значит берете что-то что сильно не будет выбиваться у вас из этого цвета ну вот белый тут подойдет черный не подойдет потому что сейчас мы будем накладывать стежки по коже эти стежки будут просто видны также выбираем такой цвет вышивки такой цвет ниточки который бы сочетался с нашей самой брошечкой самой вышивкой то есть если у вас вышивка красная вот здесь белый фон тогда желательно что-то такое чтобы к белому и красному подходила но вы должны понимать что а кстати по поводу еще бисер мы будем обживать это все бисером и вот так же цвет ниток должен сочетаться с бисером то есть если у вас вышивка красного цвета кожа белая и бисер вокруг красный тогда можно взять цвет не так тоже красного цвета чтобы у нас не выбивался белый если у вас например вышивка красная бисер для обшивки белый и сзади кожа белая тогда тоже можно взять белые ниточки обшивать это все белыми нитками сейчас не знаю будет ли видно я еще наверное отдельное видео запишу такое понятное в хорошем качестве чтобы вы проследили как я буду вышивать тут важно понимать куда что я вставляю начинаем мы с уголочка берем иглу с ниткой молочного цвета как у меня бисер какой у меня бисер какая у меня вышивка и какая у меня кожа и я вставляю свою иглу не в кожу а в саму вышивку фетр то есть я нахожу уголок кожу немножко оттопыривая и вставляю это все в фетр вот так вставляю фетр для чего для того чтобы мой узелок на ниточке он спрятался между кожей и между фетром подтягиваю все кончики туда прячу вот у меня теперь нитка торчит из вышивки вот этой моей из лицевой части дальше я снова беру иглу и вставляю ее в кожу и фетр примерно на расстоянии от края ну три миллиметра где-то вставила и снова вставляю фетр вот так то есть я уже прохожу сквозь кожу сквозь фетр если непонятно не переживайте видео еще дополнительно сниму продеваю ниточку у меня остается петелька небольшая вот в эту петельку я снова вставляю иглу уже в нитку в петлю которая образовалась у меня от нитки ставила и затянула таким образом я закрепила свою ниточку что у меня получилось у меня получилось с изнаночной стороны стежочек небольшой и нитка теперь четко расположена вот прям вот перпендикулярно моей брошки дальше я уже беру бисер бисер я беру у меня жемчужного цвета у вас будет какой-то свой и буду двигаться вот так как мне удобно в принципе вы можете в эту сторону двигаться я обычно двигаюсь в эту сторону взяла я нанизала один бисер на иглу и теперь я вставляю иглу уже не правее до правее от предыдущего стежка тоже вставляю и в кожу и фетр на расстоянии тоже 3 миллиметра от края здесь у меня с лицевой стороны я вставляю иглу так чтобы она проходила между вот этим вот самым крайним рядом с бисером и между бисером который внутри очень важно вставить иглу не с краю а именно вот конкретно между одним краем бисера и между центром вставила я это все теперь мне нужно расположить мою ниточку между бисером расположила и теперь эту иглу просто без бисера я вставляю вот так вот снизу вверх в дырочку от бисеринки она в дырочку от бисеринки снизу вверх закрепила теперь моя бисеринка лежит дырочка к верху и нитка у меня торчит из этой дырочки из уже здесь два стежка снова беру следующий бисер снова вставляю в чуть расстояние соблюдаю одинаковая с изнаночной стороны вставляю и в кожу и фетр и вывожу иглу между первым рядом и цен но центральными бусинами которые я вышивала вот у меня теперь две бисеринки рядом разместились я снова прячу ниточку между двумя бисеринками и вставляю в дырочку снизу вверх вставила подтянула закрепила дальше беру следующий бисер то вставляю в кожу расстояние следим обязательно на изнаночную сторону смотрим следим за тем чтобы у вас было расстояние между стежками одинаковая и чтоб с нами сами стежочки были у вас одинаковые по высоте тут у меня узелок какой-то получился сейчас этот узелок распутаю и так по всему периметру мы обшиваем нашу брошку можно обшивать разными цветами бисера то есть предположим голову вы обшиваете черным цветом но я жемчужным вышиваю так она милее смотрится черным цветом обшиваете дальше тельце белым цветом или например если у вас тюльпан то вы обшиваете листики зеленым цветом бисера а тюльпан розовым цветом или желтым например снова беру бисеринку снова вставляю в кожу и фетр если ой если так получилось что вы вставляете это все дело и проходите сквозь картон значит картон вы вырезали слишком мало то есть картон у вас слишком большой по форме картон не должен мешать картон должен сейчас располагаться внутри нашей вышивки а мы должны проходить только сквозь два слоя сквозь фетр с вышивкой и сквозь кожу ну и вот так дальше мы вышиваем наши бисеринки ложатся дырочками к верху поворачиваем и вышиваем если вы видите что у вас кожа слишком большая вот у меня здесь есть участок дальше где кожи слишком много она сильно вылазит за мою вышивку я беру ножнички и эту кожу подрезаю и подрезаю так чтобы у меня сзади не дай бог не отрезалась моя вышивка которую я только что сделала и не отрезался кусочек от застежки смотрите следите за тем что вы там отрезаете чтобы изнанка не повредилась вот я чуть подрезала еще тут можно к чуть-чуть капельку подрезать и уже стало лучше то есть процессе вы можете подрезать свою кожу именно поэтому я сразу изначально вышивкой вышивая вырезаю кожу чуть больше чем мне надо дальше слежу за изнанкой и прохожусь в ножки мне все время мешают видите прохожусь сквозь фетр ножки мешают это тоже очень внимательно надо делать вот эта часть работы она показывает аккуратность того что в принципе вы вышли чем аккуратнее вас будет вот этот край тем лучше изнанка тоже следите за изнанка чтобы стежочки были все одинаковые чтобы их длина была одинаковая что простояние между стежочками было одинаковое тогда тоже это показатель качества вашей работы вот с изнаночной стороны у меня стежочки одинаковые по высоте и по расстоянию между ними тоже одинаково все вот и так дальше по кругу мы вышиваем 44 минуты давайте может быть я не знаю даже просто я всю вряд ли успею вышить я вам показала как это происходит до вышивая ее сейчас все видео сниму для вас специально отдельное чтобы было понятно что куда я вставляю вот именно конкретно в этой вышивке вот и в принципе все после того как вы все вышлите закрепляете ниточку тоже наверно покажу как я ее закрепляю прячьте хвостик сквозь проходите сквозь фетр прячьте внутри брошечки и ваша башка готова то есть вот больше делать не здесь не в ней ничего не нужно обшить край аккуратненько и все когда я дойду до ножек я буду стараться делать так чтоб ножки у меня располагались между бисеринками то в принципе не очень сложно ну вот так у меня получается я думаю дальше не стоит продолжать это сколько же нужно усидчивости ну девочки мы все рукодельницы давайте камеру поменяем вы все рукодельницы рукодельницы достаточно усидчивые если вы любите вязание уверен на брошки вам тоже понравится вышивать то есть это та же самая работа только уже с бисером они с петельками из пряжи и со спицами сейчас камеру поменяю вот все поменяю ну что напишите мне какую-нибудь обратную связь понятно ли как завершается процесс вышивки домашнее задание естественно скинуть уже полностью готовую вашу брошечку с лицевой стороны из изнаночной две фотографии должно быть ну или больше может можно больше фотографий присылать и и и и я буду дальше пока вышивать подожду что вы там напишите и все и на этом завершается вышивка нашей брошечки все точно так же я делаю и с другими брошками то есть тут нет никаких особых каких-то ну как этапов которые я не показала вам который я делаю в других брошках все то же самое я делаю в других брошках также у меня процесс происходит вышивки всегда везде любого чего при не вышивала уже нравится на страшно как-то страшно понятно это тоже то что страшно это не страшно это нормально так что не переживайте девочки после жаккарда бисер легко о супер уже такой настрой хороший жаккар тоже не страшно где же время взять на все задумки и хотелки вот я бы тоже хотела это узнать потому что мне тоже надо времени побольше автор с удовольствием имела бы побольше времени то что у меня очень много хотелок и задумок как вы говорите вот здесь кстати где у нас ушка ушка у нас просто нож лежит и мы тогда когда обшиваем ушка мы захватываем только кожу мы уже сам бисер не захватываем мы захватываем лишь кожу то есть один слой ушка вышли и дальше снова пошли захватывать все наши бисеринки очень все понятно скорее бежим доделывать ура девочки я рада я рада ну давайте прощаться тогда 47 минут вот я вам видите как хорошо за час примерно все это рассказала показала я брошечку до вышиваю сейчас еще запишу отдельное видео как я вышиваю тельце и хотя вот не надо как-то это сделать наверно дальше не буду вышивать чтобы показать и тельце и остановлюсь распущу заново запишу видео что в хорошем качестве вам показать ну и все если вопросы будут опишите скорее не получится у нас уже ночью у нас только середина дня до 12 августа можете мне высылать свои брошечки и тогда получите сертификат о том что вы пришли такой интенсив все всем пока до завтра завтра у нас будет эфир понедельник завтра завтра у нас будет эфир по вязанию платья расскажу повторюсь про шесть способов прибавок и убавок в ажуре и завтра вечером у нас будет еще лекция на тему как создать мастер-класс по вязанию вот а этот интенсив у нас заканчивается очень как-то быстро все прошло 4 эфира маловато но в принципе за 4 эфира реально можно все показать и там увеличивать его в размерах я не хочу следующий интенсив может быть проведу чуть попозже уже по другой какой-то брошечки и так потихоньку потихоньку вместе с вами вышлем все брошки которые есть из коробочки с материалами для которых у меня есть все всем пока до завтра приходите завтра на эфир 20.00 по москве